всем привет ну вы уже знаете что я делаю кимчи главное из корейских сладостей в кавычках корейские сладости беру большой если можно сказать вилок пекинки пекинской капусты режу его вот так 2 кило 200 граммов промою как следует да спасибо за просмотр рекламы если она у вас есть 3 литра теплой чистой воды беру и 6 7 столовых ложек соли промытую капусту я замочу в этой соли то что я ни разу не делал кимчи совершенно не означает что я не смогу сделать да я смогу и смог и получилось все естественно я посмотрел несколько корейских сюжетов и увидел что корейцы тоже делают по-разному очень даже по-разному кому как нравится 8 я замочил на пару часов прижал гнетом эту пекинку и вот остальные ингредиенты перед вами ну по степи тут нет ничего ничего необычного на самом деле по большому счету примерно 600 миллилитров воды две столовых ложки муки корейцы используют рисовую муку но это необязательное условие я использовал пшеничную получился вот такого рода клейстер я размешивал и постепенно довел до кипения кипятить не надо я добавил две столовых ложки сахара но это основа нашей пропитки которая будет пропитывать взаимодействовать с капустой режу луковицу ну буду измельчать в чоппере поэтому не принципиально как именно резать имбиря у меня вот два куска вот этот и он еще один ну примерно где-то ну шесть грецких орехов довольно много на чеснока еще больше как вы видите ну тоже режу как попало все это будет измельчаться кроме острого перца который в большом контейнере две груши взял груши небольшие спелые нужно одну крупную взять грушевые энзимы будут активировать терминтацию капусты это хорошо это рыбный соус вьетнамский но извините что не корейский я купил в ашане добавляю четыре столовых ложки потом добавлю еще измельчая все это дело не все поместилось то что осталось вот сейчас уже по месяца потому что уплотнилось то что измельчалось добавляю оставшийся чеснок и вторую грушу снова измельчаю добавил пару ложек еще рыбного соуса приятная штука кстати рыбный соус рыбы совсем не пахнет измельчил вот получилась эта паста такая крутая а это у меня турецкая паприка острая она же называется перец алеппо или пул бибер в турции я дал остыть этой мучной заливке и добавляю в нее все ароматы ну теперь вот этот перец алеппо у меня несколько разновидностей это более острое добавляют 4 столовых ложки но он очень хорошо сюда ляжет но это необязательное условие у корейцев нет турецкого перца они добавляют какой-то свой берите чили покупайте красный хороший мясистый семена удалите а это измельчите мякоть и будет прекрасно на крайняк можно взять и сушеный чили каенский перец тоже получится много зеленого лука я не взвешивал просто много нарезал и добавил одну или две моркови натер на специальной терке для корейской моркови сюда же можно добавить примерно так же нарезанный дайкон но можно не добавлять на ваше усмотрение ну вот все это дело смешиваю размешиваю пробую ну круто конечно но не ужасно а должно быть ужасно поэтому я добавляю еще некоторое количество этого перца весьма острого ну и теперь заливка вот это реально крутая капуста замачивалась два часа в соленой воде я слил воду отжал вот так слегка отжал и надев перчатки силиконовые начинаю наносить вот эту вот ужасную смесь ну вот буквально лист за листом лист за листом так чтобы эта смесь попала всюду аккуратненько не торопясь я ел несколько раз кимчи я жил в Таджикистане родившись там кстати у нас много корейцев было в свое время они были переселены в Среднюю Азию и некоторые традиции своей кухни сохранили там пробовал кимчи в Москве тоже был на корейской свадьбе тоже ел кимчи но сам делаю впервые удалил кочерыжку и тщательно все промазав завернул эту капусту ну вот в два внешних самых крупных листа вот так вот свернул а это у меня керамическая кастрюля она мексиканская я повезу из Мексики тоже извините пожалуйста корейцы я корейскую кастрюлю не нашел ну совсем необязательное условие глина это хорошо кстати глиняная кастрюля или глиняная емкость но необязательное условие ну можете взять просто даже пакет для запекания большой в нем все это сделать ну она крайнякая эмалированная тоже к кастрюле подойдет в общем я все плотно промазал как следует уложил с душой все делал тщательно и с интересом вылил оставшуюся вот эту заливку и выставлю на балкон я старался удалить воздух и между листьев капусты чтобы его не было и между этими половинками накрыл крышкой я выставил на балкон температура в этот момент была плюс 8 градусов Цельсия на балконе ну и через 48 часов я посмотрю что получается ну вот через двое суток ну как-то вот меняется это визуально по-другому немножко по-другому выглядит запах хороший ну надо попробовать ну заливка такая острая как и была надо попробовать саму капусту ну капуста кстати после засаливания стала мягче а после вот этих двух суток стала еще мягче пробую ну полумягкая капуста и очень-очень острая очень острая так и хочется запить рюмкой водки нет, не рюмкой а стаканом скорее настолько она острая вот я просто снял подачу но продолжаю ферментацию да, смотрите конечные заставки да, какие-то подходящие ссылки ферментацию продолжил на балконе температура к тому времени на балконе стала 3 градуса Цельсия ну то есть температура соответствует температуре холодильника прошла еще неделя сейчас пробую ну изменилась капуста изменилась значительно ферментация идет и вкус стал приятней и мягче но острота осталась но не ужасная так что капусту можно запить уже рюмкой водки ну в принципе рекомендую видите не очень сложно сделать кимчи но очень интересно особенно для тех кто любит острое приятного аппетита всем удачи пока пока